Привет всем гостям и подписчикам моего канала Медуза Чайно Гаджет, меня зовут Сергей и ко мне пришла еще одна очень интересная посылка с супер интересным смартфоном от компании Oukitel и смартфон этот называется Oukitel C21 это линейка бюджетников, как вам известно, но эти бюджетники уже добрались до таких характеристик это уже далеко не MTK6580, как было раньше у этой линейки C, это уже Helio P60 на минуточку и смартфон стоит меньше 100 баксов, а именно 89 баксов на старте продаж хочется поскорее уже открыть это все и посмотреть, что же смогли китайцы делать за такую цену Android 10, Full HD Plus экран, MTK6771, 4 оперативки, 64 встроенной памяти, 16 мегапикселей основная камера, 20 мегапикселей фронтальная камера короче говоря, все как мы любим и за супер маленькие деньги так, здесь у нас просто макулатура, ну а вот и сам наш телефончик в синем цвете вот так вот он выглядит сзади, снимаем сразу чехол, который идет в комплекте чем-то задняя крышка мне напоминает телефонные Xiaomi Mi Note 10 или что-то типа того ну вот, чем-то похоже сканер отпечатков пальца находится вот в этом блоке, не знаю насколько это удобно, мне кажется вообще неудобно будет залапываться камера, но это мы все узнаем в полном обзоре так что не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить полный обзор телефона Oukitel C21 так, здесь у нас опять характеристики написаны снимаем эту всю приблуду и включаем телефон ну а пока идет загрузка, снимаем и заднюю пленочку вот такой вот у нас перелив из темно-синего в более светло-синий кроме силиконового чехла у нас в комплекте, как обычно, скрепка Type-C кабель для зарядки и блок питания ну а мы выбираем русский язык и продолжаем знакомство с нашим телефоном итак, наконец-то смартфон наш загрузился вы просто посмотрите, какой крутой здесь, во-первых, дисплей Full HD, все очень четко, очень красиво под углами картинка тоже смотрится достойно ну и взгляните вы на этот подбородок он реально, наконец-то, у компании Oukitel стал небольшим небольшим, потому что до этого все телефоны, хоть и были они типа а-ля безрамочные они были с очень огромным подбородком ну а здесь просто гляньте, какие рамки, какой подбородок и, мне кажется, за 89 баксов для Oukitel это огромное достижение потому что они реально сделали огромный шаг по сравнению с предыдущей моделью C19 давайте зайдем в настройки, проверим сведения, как всегда, о телефоне 64 встроенной памяти, 4 оперативки Full HD дисплей, фронтальная 20, основная 16 версия андроида у нас, конечно же, 10, это все понятно еще раз зайдем в настройки, хотелось бы проверить, как звучит основной динамик у телефона это полная громкость и звучит, я вам скажу, он очень даже неплохо конечно, не супер чисто, как в Pocophone X3, но, тем не менее, опять-таки, не забываем про цену давайте еще раз посмотрим, что здесь у нас есть на телефоне кстати, 4 основные камеры, вспышка, ну как, 4 основные здесь одна, типа, как бы, нормальная настоящая камера все остальные, это такие вспомогательные датчики, которые ни за что не отвечают здесь ширика тоже нет ну, нужно было чем-то жертвовать, все-таки, за 89 баксов телефон я ни в коем случае не оправдываю компанию Oukitel это, конечно, делать плохо это обман считается, но, в принципе, с другой стороны наверное, те, кто хоть немного связаны с телефонами из Китая они понимают, что это нормально для китайцев слева у нас слот для сим-карт справа кнопка включения, качелька громкости сверху у нас опять непонятно какая-то штука, которая была в Oukitel C17, я помню возможно, это инфракрасный порт ну, разберемся в полном обзоре ну и снизу у нас Type-C разъем для зарядки основной динамик и разговорный микрофон и разъема под наушники здесь не предусмотрено ну, опять-таки, нужно было чем-то жертвовать хотя я не думаю, что он такой прям дорогой, чтобы его убирать скорее, это дань моде, дань хайпу и современным тенденциям смартфона что мы проверим? проверим, наверное, как обычно камеру и на этом можно заканчивать потому что в полном обзоре уже хочется рассказать побольше после полного его тестирования фокусируется быстро снимает тоже быстро давайте посмотрим на качество ну, как мы видим, текст, где я сфокусировался все просто отлично, даже видно фактуру самой бумаги но вот реально, что меня поразило это толщина рамок, они реально тонкие и сам подбородок, он тоже достаточно маленький ну, а на этом, пожалуй, все в конце этой распаковки будут примеры фото и видео предварительные примеры, которые я быстренько сделаю на селфи-камеру, на основную камеру чтобы вы уже могли в какой-то мере понимать, что это за зверь и с чем его едят ну, а в полном обзоре расскажу уже подробно обо всем, о каждом пункте о камере, о производительности про игры и так далее про экран тоже расскажу так что не забывайте подписываться на канал не забывайте ставить лайк нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить и первым посмотреть видеообзор Oukitel C21 и другие обзоры на канале всем спасибо за внимание с вами был Сергей, до новых встреч всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok